Друзья, это кальмар! Всем привет! Зовут меня Александра, живу я в Черногории на берегу Адриатического моря. И этим роликом хочу открыть рубрику «Вкусная Черногория». Я сама себя называю главным гедонистом этой страны, знаю, где правильно купить продукты, где вкусно покушать. Ну и самое главное, я научилась готовить из местных продуктов. Сегодня я расскажу вам, как готовить кальмары кольцами. Будут два рецепта очень вкусных. Кальмар будет нежным, потрясающим. Ну и запьем мы это дело глиновым. Смотрите, главное правило – это правильная разморозка. Я вам советую достать, к примеру, если у вас в морозилке лежит кальмар, достать его утром и к обеду или к вечеру он у вас разморозится сам по себе. Будет такой же плотненький, красивый, как у меня. Ну я на это надеюсь. Если у вас он свежий, просто он со временем умрет и как бы в тот же день вы его приготовите. Что первым делом делаем? Нам нужно голову отделить от туловища. Биологи ее называют мантия. Мы назовем ее туловище. Вот тут есть хребет. Хребет мы потом вытащим. Голова сама по себе, ну для меня лично, несъедобная. Кальмара мы будем есть целиком, кроме вот этих глаз, ну естественно кишок и хребта вместе с кожей. Это надо будет удалить. Есть у меня друзья, кто уверяет – нельзя есть вот эти щупальца. Но я их тоже ем, правда не сырыми. В процессе готовки они перестают приклеиваться, а пока что они приклеиваются. Вот эти мелкие щупальца мы тоже оставляем. Удаляем просто вот эту, где глаза, историю. У меня есть голодная кошка и кальмар – это единственное, что ест свежее. Сейчас мы ей ошметки оттуда отдадим. Из этой части нам нужно достать кишки, просто рукой, и нужно достать этот хребет. Ну давайте немножко подрежем, чтобы он легко вылесать. Кстати, на тему скорости кальмара он очень быстро плавает, ну прям нереально быстро. И разве что тунец и дельфин плавают быстрее кальмара. Поэтому словить его нелегко, но можно. Вот достала хребет, его естественно мы не едим. Ну а потом не самая приятная процедура, но надо залезть сюда рукой. Если вы делаете не кольца, я не знаю, на салат будете варить, вы можете его разрезать и легко почистить. Теперь смотрите, кишки убрали, хребет убрали. Теперь нам надо убрать кожу. Это самое противное, что не любят делать наши ребята. Чтобы убрать кожу, обычно русские, кто не живет на море, а просто покупает кальмара в супермаркете, не знаю, там Москвы и Киева, они его обдают кипятком, либо кладут на пару минут в кипящую воду. Я считаю это кощунство. По одной простой причине. Вы сразу же его варите, а потом вы будете его дальше поддавать термической обработке, и он у вас в любом случае будет жестким. Нельзя этого делать. Я его не варю, кипятком не обдаю, чтобы он остался свежим. Видите, я сделала пару полосочек, чтобы начать как-то кожицу стаскивать. Она легко слазит. Как по мне, разделывать его легко. Главное приловчиться. Видите, у меня за два раза, сняла я шкурку за два раза с одной стороны, достаточно быстро. Немножечко на крыле сейчас. Что мне нравится в кальмаре, здесь очень мало отходов. Кишок очень мало, головы кусочек, и все. Остальное все твое. Все, что словил, все твое. Кстати, про ловлю расскажу. Как мы их ловим здесь, в Черногории. В основном они ловятся хорошо зимой и весной. Это их главное время. Особенно март, апрель. Желательно идти перед закатом. Если просто на удочку, то лучше идти перед закатом, где-то за час-полчаса. Можно прям с берега, с камней. Кидать на воблер специально для кальмара. Купите в любом магазине. Также можно ловить его с лодки, ночью, с фонарем. Но это уже немножечко другая история. Все, не прошло и минуты, у меня тушка отчищена. Ну и наступил самый главный момент. Нарезка кольцами. Кольца мне нужны примерно сантиметр шириной. Можно чуть тоньше, чуть толще. То же ваше дело. Начинаем. Жарить кальмары кольцами я буду в кукурузной муке крупного помола. Смотрите, какая она. И добавляю я в кукурузную муку еще крупную соль. Морскую, крупную, чтобы было вкусненько. Можно добавить немножко черного перца. Хотите помолотого, хотите сами его помелите. Можно добавить орегано, базилик. Вот любые такие сухие травки, которые у вас есть. Вот, будет вкусненько. Так, что у нас еще есть? Базилик. А давай базилик добавим в следующий кляр. Перемешаем. Все, просто мы будем обмакивать. Вот так. И, видите, я последнюю водичку я не снимала с кальмара. То есть он немножечко такой влажненький должен остаться. Салфеткой я не промакивала, чтобы он взял на себя кукурузную муку. Все, полностью обваливаем и потом пускаем в масло. Это будем делать уже перед самым началом. Второй кляр. Это у нас будет японский вариант. Темпура. У меня в руках рисовая мука, привезенная из Бали. Вы можете взять любую. Тут помимо муки еще находятся крахмалы, какие-то еще добавочки. Темпуру можете найти в каком-то азиатском отделе. В общем, все для суши, том-яма и так дальше. Даже в Черногории он продается в цоги-маре. Теперь мы мешаем. Берем, значит, немножечко темпуры и яйцо. Кто-то делает без яйца, просто на воде. Я еще иногда добавляю измельченную петрушку. Ой. Кто-то добавляет просто белок. В общем, варианты есть разные. Тоже мы солим. Давайте крупную солью посолим. Тыкс. И тоже можем добавить сухой зеленью. У меня базилик. Давайте опять перчик. А тут на ваш вкус. Можно ничего не добавлять. Но поскольку мы любители азиатской еды, то мы все добавляем. Тут самое важное угадать с его густотой. Она, вот эта вот штука не должна быть жидкая. Иначе с кальмара будет все слазить. И мы не сможем его окунуть в масло. Причем будет кляр отдельно, а кальмар отдельно. Поэтому, видите, жидковато. Должна быть как густая сметана. Добавляем еще. В принципе, темпуру можете сделать самостоятельно. Купите крахмал, можно картофельный. И любую муку возьмите, какая у вас дома есть. На пшеничной муке я вообще ничего не люблю жарить. Она горит. Поэтому рисовая, кукурузная мука будут оптимальны. Для данного случая. Вот, мне кажется. Он даже симпатично выглядит, правда? Плита у меня индукционная. Поэтому масло нагреется быстро. Берем мы масло самое обычное, рафинированное, подсолнечное. Ждем, пока оно начнет закипать. Быстренько обволакиваем. Самое важное, долго не греть кальмар наш. Где-то по полминутки с каждой стороны, а может и меньше. Иначе, если мы передержим, то будет он жесткий. Самое главное правило. Кальмары нельзя долго нагревать. Вот минута-две – это потолок. Кукурузная мука наша, домашняя, черногорская. Купили мы на водяной мельнице. Чирович. Спасибо большое ребятам. Я вам укажу их инстаграм. К ним можно приехать летом в гости. Купить вкусные муки. К примеру, гречневой, из пельты, кукурузной, пшеничной, ячменной. Запах пошел феноменальный. Мы покупаем к нему тайский соус, чили сладкий. И просто макаешь кольца. Очень вкусно. Можно под пиво, под вино. Делаю я под него гарнир жареный рис с овощами и грибами. Либо же, вот как сегодня у меня рисовая лапша, тоже с овощами и грибами. С соевым соусом. Ну что ж, время ужина пришло, Андрей. Я, конечно, классная жена. Кальмары готовы. Рисовая лапша с овощами и грибами готова. Винишко охлажденное есть. Ну и еще зеленая закусочка для похудения. Это морские водоросли с зеленым салатом. Как видите, у нас мимоза. Несмотря на январь, у нас началась весна в душе. Я же желаю вам приятного аппетита и жду вас в гости в Черногории. Приезжайте, у нас очень вкусные морепродукты. Спасибо. Спасибо.